Была разыграна сицилианская защита, вариант Рассалима, с, в принципе, характерной для этого депута структурой. Вот здесь Фабиано несколько удивил своего соперника ходом 2-0. В ответ Магнус избрал довольно редкий ход b6, в версии 7 более популярное продолжение. Я считаю, что все-таки выбрал здесь Фабиано неверный план с f4. Я считаю, что ход a3 более перспективен. Последовала f4, тоже получилась довольно интересная позиция. То есть, видите, довольно нестандартная трактовка с ходом g5 и потом в дальнейшем 3-0. Вот здесь вот наступил один из критических моментов. Хирилл справедливо указал, что надо было сыграть a4. После чего белые продолжали борьбу с равными шансами, как минимум. То есть пешка идет на a5, а если черные туда не пускают, то если после этого продолжается игра по аналогии с партией, после слона e5, конь e4, ферзь c7, конь e5, ферзь e5, есть мощнейший удар с ломбюд c5, который дает белому, судя по всему, перерез. И после бетс, ферзь e5. Сильная атака за пожертвованную фигуру. Но это очень, конечно, тонкий момент. Фабиано не разобрался, сыграл конь e4, 3-0. Здесь, видимо, все еще надо было пытаться играть e5 с активной игрой. Но Фабиано перешел на игру на удержание. В принципе, шансы на построение крепости были довольно хорошие. Отметим Магнуса, который подкрутил, сыграл конь f8. Пожертвовал пешку, но зато добился явного усиления собственной позиции. Вот здесь вот объективно ход ладья f4 заслуживал внимания. Но вполне понятно, почему Фабиано его не сделал. Позиция после слона f4 и ферзь f4 выглядит для белых очень опасно. Тем не менее, компьютерный анализ подтверждает, что она держится. Вместо этого последовал ладья g2, ладья g8, ферзь e2. Магнус снова начал создавать проблемы на пустом месте. Ферзь e8 очень точный ход. И после ферзь f5 оказалось, что нормальный спокойный ход король h2 позицию не удерживает. В общем, корона побежал королем в центр. Исманус его обманул порядком ходов. После ферзь f4 и король e2 действительно белые сохраняли свою позицию в целости и сохранности. После слона c7 надо было понять, что слон теперь не идет на поле d4. И ход ладья g1 позволяет поддерживать оборону. Вместо этого последовал король e2. И после ферзь e5 оказалось, что позиция тяжелейшая у белых, потому что коня сбивает с поля g4. А также черные проникают в лагерь белых по ослабленным черным полям на ферзьевом фланге. После коня g2 у Магнуса был прямой выигрыш. После хода ферзь e5 с идеей ладья g3. Коль g4 вынужден, а теперь ферзь проникает на b2. После короля d2 вот такая геометрическая идея с b5 и слона 5 решает без ход борьбы в пользу черных. Довольно простой выигрыш, тем не менее, Магнус решил сыграть максимально надежно. Провел h5, отнял белого коня поля g4. Но после ладья f2 задача черных несколько усложнилась. Здесь все еще были геометрические выигрыши с ходом ферзь g7. Тем не менее, Магнус потерял контроль над ситуацией. Фабиано начал цепнуть обороняться очень четко. Был еще один момент, в котором побеждал все-таки норвежский шахматист. Здесь был сильный ход ладья g3. Белому пришлось бы брать ладью, и после ажжа ладья g2 ферзь проникал на поле b1 с победой. Но Магнус ход ладья g3 не нашел. Что неудивительно, этот выигрыш довольно сложный. И ход ладья g3 в принципе обычно не работает. То есть это был единственный момент в партии, когда ладья g3 ход действительно был очень силен. Был сыграл слой e5, король c2, ферзь g7. Ну и здесь Фабиано понял, что ему нужно играть в активность. Побел коня на g4. Все еще объективно черные сохраняли перерез, если возвращали ферзя на g1. Но такой ход сороковый, тем более прямо перед контролем, сделать невозможно. Последовало просто взятие на c3, ферзь в 4. Белые получили контр-игру. Здесь Фабиано продемонстрировал точный расчет. Фабиано нашел контр-игру, связанную с пробегом пешки e5. Правда черные за счет мощи своего слона d4 сумели ее затормозить. Получилась фоксированная разгрузка, в результате которой возник эндшбль 3 на 2. Который Магнус играл еще больше 50 ходов, но не смог добиться никакого прогресса. И в итоге на 115 ходу после ладья a8 Фабиано, я так понял, что зафиксировал трекратное повторение позиции. Партия зарушилась лечью. Счет в матче равный пол очка на пол очка. И мы с вами увидимся завтра.